Мы приехали куда? А мы приехали в сам ад. Мы в аду. Это адская долина. И тут воняет так, что даже в общественных японских туалетах так не воняет. Серьёзно, тут просто вонище. Просто невозможно смердить. У меня же... Фу. Разболелась голова. Какой кошмар. Тут вот всё мхом покрыто. Но это зато такое всё природное. И здесь неподалёку есть онсены. Вон онсен там есть. Здесь прям сеть отелей с онсенами на горячих источниках. Ну вонище. Долина Джигокудани, или в переводе с японского адская долина, это геотермальный кратер площадью в 10 га, который считается основной достопримечательностью курорта Нобурибетсу на острове Хоккайдо. Он расположен на территории национального парка Щко Цутоя. Заповедник огромен. И о поездках туда я более подробно рассказывала в своих прошлых видео. Тут тарако озеро, но мы до туда уже не успеем. Это мы приехали в Джигокудани, в туалет такой. Джигокудани, значит, ад. В адскую долину приехали. Такой-то базовый для мальчиков, для девочек. Пейзажи адской долины действительно ассоциируются с преисподней. Бледные скалы, булькающие лавовые колодцы, дымящиеся бассейны, кипящие вулканические воронки и повсюду наижутчайший смертящий запах серы. Фу, какая ванища. Ванища, блин, воняет. Фу, даже через маску пробивается. Ванища. Фу. Фу, какая ванища. Невозможно. Куда пойдем? Не случайно долину прозвали адской. Ведь все вокруг действительно напоминает что-то демоническое. Например, на въезде в город у обочины дороги с суровым видом посетителей встречает огромный красный черт Юкидзин с большими рогами, с белыми клыками и с шипованной дубинкой в руках. Местные жители уверены, что он отвечает за гостеприимство, охраняет горячие источники и отгоняет злых духов. Соответственно, этому демону молятся и в честь него устраивают различные сезонные ритуальные праздники с фейерверками. Юкидзин не единственный элемент украшения адской долины. Идентичных статуй Они чертей много и они рассеяны не только по Джигоку Дани, но и по всему курорту Ноборибетсу. Всего их насчитывается около 18 и к каждой непременно с чем-то ассоциируется. Что ж, название должно соответствовать действительности, поэтому горожане в Ноборибетсу не падают, так сказать, лицом в грязь и рьяно поддерживают имидж своего родного города. В аду так в аду, но даже и его можно преобразовать и сделать совсем чуточку особенным. Как, например, всем привычные туалетные значки М и Жо обычного красного и обычного синего цвета здесь выглядят не совсем обычно. Ужас! Ты что, не чувствуешь? Нифига себе! Не что-то сурьё, а вонищи! У тебя просто нос плохо чувствует, какая боль! Фу! Вот, особенно здесь приближаешься. О, нифига, какой фан! А, тут новый мост сделали! Да-да-да-да-да! Раньше тут старый был, а сейчас, видишь, новый мост сделали. Вот раньше вот здесь вот тропа такая была, вот она. Все японцы говорят, что воняет, проходят и говорят, что вонища, вонища невозможная. Среди булькающих гейзеров и дымящихся клубов пара, Адская долина окружена суровыми природными красотами во все сезоны. Туристы любят проводить здесь время, любовь с пейзажами сакуры весной, алыми кленами осенью, падающим пушистым снегом зимой, сидя в онсенах и ярко выраженной зеленью летом. В Адской долине можно гулять. Нет, он тут действительно смердит, это просто невозможно. Вот тех, у кого нос менее чувствительный, он, конечно, не будет так чувствовать эти запахи. А у кого такой нюх собачий, собачий нос, вот как у меня, у меня прям ужас. Сразу все чувствуется. Фу, у меня же что-то дурно. Сходила? Ой, господи, тут вообще, фу-фу, тут вообще просто банище. Даже в общественных туалетах японских так не воняет. Все течет, все течет. Все серо-буро-малинового цвета. Благо, что сегодня погода вот такая вот. Фу-фу-фу-фу-фу, ой, ужас. Тут все стоят и изучают, что это такое вонючее течет. Жемчужиной Джиго Кудани является кипящий гейзер Тесен Икен. Если пристальней присмотреться, то каемка вокруг воды и правда похожа на жемчужное обрамление. И кстати, это единственное место, возле которого не так сильно смердит. А это самое главное, ведь попадая в адскую долину, первая задача туриста не задохнуться и выжить. Прогуливаясь по долине среди горячих ручейков и небольших речушек, утопающих в ярких цветах камней, листвы и клубящихся парах воды, вдалеке можно увидеть множество отелей. Красиво, вот красиво, так все красочно, ярко. Очень сильно воняет. Здесь вот такие речки прибиты, чтобы кто-нибудь не навернулся. Блин, вот все так продуманно построено, даже взять вот эту лестницу. На подъем идешь, опираешься на эти речки, спускаешься, вот здесь спуск тоже, чтобы не шибануться, потому что здесь, когда дождь идет, может быть скользко. Естественные горячие источники это очень хорошо. Они расслабляют, лечат и приносят удовольствие, но назревает вопрос, откуда в отеле поступает вода. Ответ будет из кратера, который сформировался неподалеку в результате извержения вулкана Куттара примерно 20 тысяч лет назад. Горячие источники Нобурибетсу производят 10 тысяч кубических метров минеральной воды в день. У нас в принципе парковка одна бесплатная есть. То есть заезжаешь, на входе 500 йен платишь и можно на остальных парковках там внутри останавливаться. вот такая красота. Пошел дождь, мы возвращаемся. Вот одна парковка здесь, другая парковка там. Там для автобусов внизу есть еще одна. Ну, народу, в принципе, народу никого. Одни мы, как кукушки. Дома не сидим и шлендраем по разным адским долинам. Р позödаем. Р.. Р.. Р Hai, Р.. Р..